Жень, как ты относишься к мысли, что быть предпринимателем в наше время очень сложно? Быть предпринимателем сложно всегда, потому что для предпринимателя главное, что его никто же не подпинывает, ему же самому идти надо по дороге. Вот в чем проблема. Давайте подробнее об этом поговорим с людьми, которые, я думаю, что знают о бизнесе очень много. Это Дмитрий Ткаченко, Ярослав Корольков, предприниматель в гостях в нашей студии. Доброе вам утро. Доброе утро. Вот с утра что пинает вперед предпринимателя, что заставляет его встать с постели, пойти и работать, хотя он может лежать, в принципе. Цель. Вот есть цель, встаем, идем. Цель. А вот надо сформировать для себя. То есть ты должен понимать, к чему ты идешь, каким ты результатом хочешь прийти. Ну, если мы сейчас говорим о предпринимательстве, значит, предприниматель, скорее всего, они, скорее всего, только есть, это свое дело, личное дело. Это его детище, по сути. Ну, и это основной мотив, это ответственность перед сотрудниками, которые у тебя работают, это ответственность перед твоими потребителями. Ну, один из главных, наверное, двигателей твоего утреннего состояния, что нужно встать и идти заниматься делами. У вас наверняка есть свой вариант, что вас подпинывает, и сколько часов в день вы работаете, чтобы никаких мифов вообще предпринимателей не осталось. Хорошо, мы не засекаем, сколько времени мы работаем. Ну, примерно, вы же все равно знаете, выходные, будни. Ну, это уже не работа, это уже хобби, развлечение, твой образ жизни. Давайте, наверное, так, образ жизни. То есть, практически все время, что вы не спите. Практически все время, да. Ты можешь позволить себе в будни выделить время для себя, для семьи, и не ограничиваясь какими-то рамками с 8 до 5 утра того рабочего времени, которое проводят сотрудники, например, других каких-то сфер деятельности. Предприниматель, он всегда, он идейный, он креативный должен быть, он ложится спать с мыслями о том, что я буду делать завтра. Ну, опять же, мы судим на общепринятую, скажем так, концепцию берем. Ты думаешь постоянно о своем деле, и вот тут вот задача правильно расставить приоритеты. Ярослав, о чем вы думали, когда в 2020 году в рага пандемии решили открыть свой бизнес? Вот это очень хороший вопрос. Да, вопрос очень хороший. О чем я думал? Мы просто все закрывали. Мимо правильно говорит, тут мне не важно было вообще, какое, но пандемию вообще не смотрел. Даже, ну, было да было. Есть да есть, там где-то какие-то ограничения. Верно, Дмитрий сказал, что цель есть у каждого свое, да, что его именно мотивирует. У нас подъем в 5 утра, то есть это нормальная история, в 6.30 уже во всеоружии мы уже трудимся. И мотивирует, есть конечные цели, конечный образ, куда мы идем. То есть то, на какой стадии мы сейчас, да, это только самая-самая, там, вторая-третья ступенька. Идея создать большое глобальное дело, то есть мы одержим идею дать рынку качество, обеспечить рынку культуру, культуру потребления, да, если мы говорим про наш бизнес. Вы занимаетесь, сразу давайте скажем, у вас морепродукты, рыба. Рыба. У вас производство причем, да? Да, мы производственная торговая компания, то есть заходя на этот рынок, мы понимали то, что здесь, опять же, я не смотрел на конкурентов. А они у вас есть, сразу скажем, много. Да, они у нас есть, они классные, хорошие, сильные, большое им за это спасибо. Просто имея опыт проживания в Хабаровском крае, когда я вот с таких вот рыбачил и в рыбе немножко разбираюсь, и вижу то, что сейчас лежит на прилавках, и мое, знаете, внутреннее противоречие, что с этим надо что-то делать. То есть не нравится вам все-таки, что лежит на прилавках? Да, да, вот в свое время я споткнулся об этом, да, что, блин, ну вот он, вот он, вот он, вот он вопрос, да, задача, которую, решив которую, можно сделать этот мир немножко лучше. Вот сейчас важная фраза, сказанная Ярославом, ты обратил внимание, да? Решил изменить меня. Нужно найти вещь, которая тебя действительно замотивирует по-настоящему, то есть найти ту задачу, решение которой еще пока нет. И, наверное, найти хорошего товарища, который поможет, потому что это история вообще прям… Как решили мир-то менять в этом направлении? Что решили придумывать? С чего начать, где взять деньги? Вопросы же все, которые встают в начале бизнеса, они все одинаковые. У вас хоть что-то там решено было изначально? На стартапе любой предприниматель, либо человек, который хочет посвятить себя предпринимательству, у него встает вопрос, где брать деньги? Это да. Открыть бизнес и взять деньги, да? Вот две основные задачи. Что? Нужна идея, нужно вдохновение, нужна цель, ну и нужны средства для этого. Это, знаете, как курица с яйцом. Что первое появилось, яйцо или курица, да? Все просто. Опять же, для нас, наверное, просто, для многих, возможно, и нет. Есть поддержки. В частности, в нашем формате, если мы говорим о нашем бизнесе, мы обратились в микрофинансовую компанию, которая обеспечила нас первоначально средствами для… Для… Ну, это уже второй этап. Микрофинансовую государственную компанию, да? Давайте поясним. Да, потому что я аж немножко напоминаю все микрозаймы. Нет, это было достаточно серьезное, я так понимаю, займ для того, чтобы производство сделать, да? Ну, опять же, производство, производство урознь, конечно же, на первых этапах это понадобились не какие-то большие космические деньги, тем более у Ярослава уже действующее производство, он, как уже ранее сказал, что он открывал базово, да, за свои деньги. То есть, с точки зрения, с моей стороны, это уже пополнение, дополнение, да, скажем так, масштабирование или усиление производственных каких-то процессов. Вот, соответственно, мы получили поддержку. Ну, наверняка, и получить ее проще, когда у вас уже что-то есть, когда понимают, что вот оно уже есть, и тут надо добавить. Давайте расскажу, когда вообще ничего не было. Просто была идея. И что там? Была идея, опять же, вот наверняка сейчас, кто когда-то задумался о своем бизнесе, он начинает, знаете, начинает колебаться, начинает сомневаться, начинает бояться. Вот это, наверное, первое, что надо преодолеть, это вот этот первый страх, и быть, несомненно, окончательно верить, быть уверенным в том, что все получится. Это, ну, не просто такие слова, это я сам через это прошел. Я не знаю, я не знаю, как, я не знал, как, я не знаю, я знаю, что, я знаю, что я хочу. И, знаете, оно, вот, блин, может звучать это все, как... Ну, не совсем, наверное, фантастически для меня это звучит, давайте честно. Да, фантастически, да, что все начинает притягиваться, понимаете, тут стреляет здание, стреляет оборудование, деньги, я еще даже не знал, где брать деньги. То есть, они там были, но они были в другом месте, в другом проекте, я не знал, как оттуда их вытянуть. Тут подворачивается хорошая сделка, то есть, и деньги появляются, и вот оно здание, и оно все, вот, буквально там за полтора-два месяца сходится, и я захожу уже в здание, ставлю туда оборудование. Там сейчас сидят какие-то предприниматели, которые уже что-то прошли, и говорят, ну, 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 да. Нет, ну, вот на самом деле, зря вы так думаете, каждый предприниматель скажет то, что вот оно все начинает, когда вот есть конечная цель, фокусируешься на этой цели. То есть, вы отсекаете лишнее, просто идете вперед? Да, просто идем вперед, и оно все подворачивается, никогда не бояться поражений. Ну, то есть, вот этот момент, когда что-то не получается, столько фокапов было, то есть, там, первые выходы, там, первые партии, вы бы видели, сколько мы выносили на контейнера, то есть, не пускали в производство, потому что там где-то здесь не до чего, где-то здесь. Выкидывали, 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 то есть, мы в этом деле... А ты говоришь, не буду, человек готов выкинуть рыбу, он готов все, что угодно сделать. У производителей всегда на тонкой грани, если ты потребителя потеряешь, а ты уже его не вернешь никогда, ты можешь ему 10-20 раз сделать продаж качественного продукта, и он будет фанатом твоей продукции. Одна ошибка, и все. Смотрите, ну, действительно, Ярослав правильно сказал, да, у вас все получилось, слава богу, и дай бог вам еще дальше роста. Но если не получилось, ну, такое же, то уже бывает, сколько бизнесов хлопается, закрывается, особенно вот в этот год. Даже не в пандемию, просто. Даже не в пандемию, да. То что делать дальше? Вот как, чтобы руки не опустились? Работать. У вас есть же такой опыт? Работать, есть личный пример, нужно просто работать. Кто-то делает, если есть такая возможность, какая-то капитализация уже, да, сформировавшаяся, скажем так, инвестиции, ты их можешь, эти деньги переинвестировать и заняться новым делом, уйти в какое-то ремесло. Возможно, уже открыть бизнес не про деньги, а про увлеченность, ну, чтобы на жизнь хватало, да. То есть можно уйти в наем, в наемную работу. На время, да? На время определенно. И при всем, при том, что на самом деле работать в найме – это хорошо. Я за это. Потому что там человек приобретает самое ценное, самое главное – опыт. Он не рискует своими деньгами, ну, будем честными. Он получает опыт, и предприниматель, на которого он работает, вкладывает в него обучение, риски какие-то, да, финансовые. Берет на себя предприниматель, не наемный работник. Такая возможность учиться, она действительно уникальна. Возможность учиться, развиваться и, ну, зарабатывать на жизнь, чтобы хватало на жизнь, и ты мог себя чувствовать комфортно. Ну что ж, вам спасибо огромное, Дмитрий Ярослав, за то, что поделились своим опытом. Надеемся, что как-то вдохновили наших зрителей. Да, мне кажется, что сейчас зрители, которые смотрели нашу передачу, получили то, за что люди платят огромные деньги. Это вот мотивационные вот эти слова, мне кажется, это дорого стоит. Да, мотивация, это хорошо, поэтому вставайте, выпивайте чашечку бодрящего кофе и вперед смотреть новости. Новости, 10 минут новостей, в эфире Амурского областного, смотрим внимательно, можно даже с кофе, но не переключаемся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова